Сегодня у нас 25 июня. Ушли мы мимо с Володей, там где из лагеря дорога. Так где пирамидальные тополя? Посмотрели, тут все заросло во-первых, но некоторые проросли. Надо, чтобы им свет был. Ну процент выживаемости, я не знаю, сколько, примерно половина. Больше пропало. Привезли без земли, поливали, все как надо сделали. Но это тоже если дальше они проросли, было хорошо. Голыми руками рвет и крапивы и все. Только в гнездо туда траву толкай вокруг, чтобы там оно было больше. Вот так. А мы тут тоже клали. Когда садили, тоже травой обкладывали. Ну я вижу, так и должно быть. Оно не сохнет так. Ну вот сейчас деревья тут близко навислят. Я говорю, надо убрать лишнее. Кто-то со мной подойдет и я пока напилю, а потом берет, потому что они заслонили. Подошел лося и говорит, я этот участок раньше отдавал, это напротив скворечника, за нами числится. Вот он. Косил Павел, брат мой. Ну он ехал в Корчину, а потом Игорь Барабаш брал. А сейчас Алексей подошел. Игорь этот где-то участок найдет, у этого еще техники-то нету. Так что я ему сказал, Игорю скажу. Ну если уберет, то для него. Я на поле сейчас был, Терентий там пересевает гречку. Игорь мне говорил про это, но я не видел, как это делается. И там неплохая была гречка, но он говорит, редко. Мне выгоднее заново все. И они тут режут сейчас, как диски. И селка сразу сажает. Все, пошли дальше. А сперва он ее протравил. Да, сперва протравил, говорил я. Да. Через сколько метров сажали? Ну метра три-четыре, где-то так. Видите, вот по грудь, по метр больше уже трава выросла. И вот сейчас не найдешь где-то, да? Ну шагай дальше смело. Дальше еще трава по поясках поется. Нет-нет, дальше. Вот он. Нашел? Тут обязательно ямка будет. Подальше. Смело шагай дальше. Нашел. Что, нашел? Да-да-да, нашел, нашел. Близко туда очень. Теперь крапиву, видишь, вот руками ее рвет. Крапиву жгучую. Ну не пророс она или нет? Нет, засох. Но все равно оборви вокруг. Оборвай, да? Оборви. Он может еще дать росток. Ну крапива в рост человека и даже не прорвали ни разу. Ну как он будет расти-то, когда у него свет не попадает. Вот это тактика русского человека. Достать, сделать и на полпути бросить. Копали, видно. Поливали сколько времени. А потом даже не попроведали ни разу. Растет, не растет. Спросил, а тут заросшие давным-давно уже. Это менталитет, как говорят, русского человека. Быстренько скинь все вокруг. Что-то траву только прорви и к другому. А то тут долго смотреть. О, как меня ужалило. Живая крапива. Ну-ка. Хорошо, бросай вперед. Потом можно пройти. Мы сейчас покажем полный процесс банный. Как с чего. Вперед проходи. Ух, какая выше роста человеческого там уже крапива. Ну-ка, пробирайся. Находи, где он. Вперед. Тут нету, нету. Ясное дело, нет. Дальше надо идти. Еще. Вот это еще отжимай. Ну, все завалено. Ну, и как он может расти-то? Да никакой тополь никто не вырастет. Совершенно заросшая под низом. Он только сопреть может. И виноват-то не кто-то. Виноват кто-то делал. Почему ни разу не попроведали его? Ни разу даже. Вот не спросил бы сегодня и все до осени. Какой там росток-то? Один листик. Трехслойная крапива, репорей. Все, заглушил их. Ну, неправильно это, Володя, все же. Я приехал с первого дня, спрашивал, как тополя растут. У Вали поехал, спросил, растут. Это Игоря Барабаша, Игорь Александрович. Александр Александрович отец привез. Память о себе хочу оставить. Сколько он привез? 50? Ну, здесь у нас 26 пассажа. Ну, 26. Вот 10, если приросло, то хорошо. Прорывай. Совершенно не смотрели. Ну, что, за травой смотрят. Все. Которая там нависла на дне, убрать. Она закрывает его. Совершенно никуда не годится это. Так, дальше. Все. Потом проведать, пройти еще раз. Неделька пройдет, пройди. Ногой быстренько отваливай. Ну, отворачивай. В траве столько гниет бревен, досок. Привезли, вот она где. Расчищает. Это вообще метр выше. И ни одного... Луча солнца туда не попадало никогда. Ну, и как это? Любому лесовику спроси, как? Ну, вот теперь открылось, что там что-то было. Ямка. По-голая ямка. То есть, она трава заглушила. Нет. Растет, растет. Да это удивительно даже. Если растет, это чудо божье. Это не может расти. Потому что трава вот эта ставит. Вот она. Я подхожу к ней. Она в мой рост. Вот он пырей. В рост мой. И даже маленько повыше. И таким сплошняком растет. И там он растет. Вон там где-то. 20 сантиметров над землей. Вот она. Вот она где. Ну, и попроси прощения у этого ростка. Загубила тебя, скажи, ленивый раб. Да, виноват. Виноват. Это слово виноват, оно еще уже не дается. Если бы сказал виноват, и сейчас бы они уже, это разве такие были бы. У меня бы уже тополя, росли топольки. Посмотри, как клен за это время вырос. Чуть не на 2 метра клен поднялся. Нынешне только. Ну, вот я, коли этим, топчу крапиву. Вообще, вот, показываю. Смотри. Еще нигде нет. Крапива жгучая. Крапива двудомная. Ну, проходи дальше. Где она тут? Найди. Даже ямку найти не можете. Не то, что тополь. Ямка, нога провалится. Все. Нет ничего. Так. Бить вас некому. Лодыри. Безразличные. Нету. Дальше иди быстрее. Вытоптай. Вот этот, с грибой. Самый. Ничего нет. Ладно, я ушел. От этого позора подальше. От этого позора подальше.